Это программа Ельгия Кизмет. Здравствуйте! Сегодня мы говорим о предоставлении государственных услуг и минимизации коррупционных рисков при их реализации, но основная наша речь пойдет о работе нашего областного архива. И гость нашей студии Самат Рахметов, директор государственного архива управления цифровизацией архивов Восточно-Казахстанской области. Добро пожаловать к нам в студию! Уважаемые телезрители, вы можете дозвониться к нам по номеру 522449, чтобы задать интересующие вас вопросы, а также присылать нам свои вопросы на номер ватсап плюс 737-235-1034. Итак, еще раз добро пожаловать к нам в студию! Спасибо! Тема работы нашего архива всегда была нам интересна, поскольку журналисты, как вы сами знаете, всегда любят искать какую-либо информацию, и очень часто нас в течение нашей деятельности, нашей работы приводит работа к каким-то источникам. Одним из них является наш архив. И поскольку сейчас очень много различных программ, в том числе и поручения главы государства по реабилитации жертв политических репрессий периодов 20-30-х годов, очень много было работы связано именно с этим периодом. Это, наверное, лучше вас никто не скажет о том, насколько это интересный, многогранный и такой вот пласт истории, в котором еще, наверное, десятки лет будут разбираться специалисты и еще, наверное, следующие поколения. Но об этом мы чуть позже скажем. Начнем мы традиционно, как все наши программы Ельге Казмет, мы начинаем с обсуждения деятельности госоргана по реализации государственных услуг, поскольку это одно из важнейших направлений на сегодняшний день и минимизации, конечно же, коррупционных рисков. Вот расскажите архив, какие госуслуги реализовывают и, ну, может быть, какие-то были изменения при их реализации и каким образом минимизируются коррупционные риски? Значит, государственным архивом Восточно-Казахстанской области оказывается единственная государственная услуга. Это выдача архивных справок, копии архивных документов или же архивных выписок. Это является единственной государственной услугой. Под запросами, значит, мы подразумеваем разные виды запросов. Есть тематические запросы, есть генеалогические запросы и запросы социально-правового характера. Большинство запросов – это запросы социально-правового характера. Допустим, если говорить о государственной услуге, то услугополучатели могут получить государственную услугу в течение 11 дней. 11 рабочих дней через канцелярию государственного архива, через некоммерческие акционеры общества, правительства для граждан, через веб-портал электронного правительства. Это разные виды получения госуслуги. Мы знаем, что, как Вы сказали, разные виды запросов. Что это за запросы? То есть кто-то приходит для того, чтобы получить какие-то сведения о том, где он работал, для того, чтобы оформить, допустим, пенсию и так далее. Другие запросы касаются, наверное, уже каких-то иных сведений. Да, я сейчас Вам объясню. Допустим, тематические запросы, о которых я сказал, это запросы о предоставлении информации по определенной проблеме. Допустим, теме, событию, факты и биография. Допустим, генеалогические запросы – это запросы о предоставлении информации, необходимой для установления родства, родственных связей двух или более лиц. Ну и запросы социально-правового характера – это подразумевают под собой запросы о подтверждении трудового стажа, подтверждении заработной платы, допустим, подтверждение актов гражданского состояния и так далее. Ну, насколько мы знаем, это очень популярные услуги, и люди приходят в архив для того, чтобы в основном подтвердить какой-то свой стаж, восстановить какие-то документы, которые касаются именно вот этой сферы. Как часто приходят люди, чтобы восстановить, например, ну вот, как Вы говорили, генеалогическое древо, например? Такое, наверное, довольно редко бывает? Да, не часто, но есть такие семьи, есть люди, которые ищут своих родственников, да, ищут свою родословную, они приходят, могут работать у нас в читальном зале, для этого они заказывают документы, им выдаются, они могут работать на протяжении неограниченного времени. Ну, и, естественно, если приходит запрос, наши архивисты тоже выполняют эту работу. Ну, конечно же, наверное, в основном посетители это историки, да, специалисты, студенты, которые видят себя в будущем исследователями, научные сотрудники, и в последние годы, в принципе, наверное, даже, когда была инициирована изначально программа Рухани Женгуру, да, вот, тогда какое-то вот, ну, наверное, новое дыхание получило и краеведение, да, и интерес к истории, интерес к нашему краю, и очень много, вот, было действительно здорово наблюдать за тем, как молодёжь, дети, подростки, огромное количество ребят, не потому что их заставили, потому что им было действительно интересно, изучали, изучают, и, я надеюсь, ещё будут изучать, делают проекты, и я уверена, что именно в нашем архиве они почерпнули большинство информации. Ну, вот, сейчас мы как раз поговорим о том, как она готовится. Вот, вот, как вообще происходит работа архивиста, то есть, допустим, ну, вот, какой-то проект может быть, или у вас есть какой-то план перспективный на несколько лет, который осуществляют сотрудники, вот, какие сейчас приоритеты в работе, как вообще проходит рабочая деятельность архива, чем он живёт? Рабочая деятельность архива, рабочая деятельность архивиста, допустим, она планируется. Естественно, планируются планы работы на год, расписывается работа архивистов. Каждый архивист, он непосредственно занимается именно запланированной своей работой. Ну, вот, мы знаем, что одно вот из приоритетных направлений, да, о которых я уже выше говорила, да, это реализация поручения главы государства по реабилитации жертв политических репрессий. И хотелось бы узнать, вот, как проходила работа в этом контексте. Может быть, вы как-то сотрудничали с какими-то организациями, с научными институтами, с специалистами из разных сфер, которые приходили, запрашивали какую-либо информацию? Да, это очень важным шагом восстановления исторической справедливости в отношении всех категорий жертв политических репрессий советского периода стал указ президента Республики Казахстан от 24 ноября 2020 года за номером 456, который звучит так, о создании государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. И в соответствии с этим указом у нас в области была создана комиссия государственная, государственная комиссия Восточно-Казахстанской области по полной реабилитации жертв политических репрессий. В состав комиссии вошло 10 рабочих групп, в каждую из которых вошли историки. Допустим, наши архивисты тоже вошли в состав различных рабочих групп. Ну вот, и как потом? И вот в рамках работы региональной комиссии по полной реабилитации жертв, значит, членами рабочих групп проводится работа по выявлению сведений о жертвах политических репрессий и внесению их в анкеты базы. Ну и в целом, да, наверное, немало людей запрашивали, да, какие-то сведения, ну, вернее, историки, да, какая-то работа проходила, может быть, в рамках круглых столов, каких-либо мероприятий, как это вот строилось? Я сейчас вам объясню. Значит, есть республиканская комиссия, в которую и направляются выявленные документы и сведения. Каждая из групп выявляет, создает анкеты, и эти анкеты уже в дальнейшем направляются в Центральную комиссию. Ну и получается, что комиссия потом делает уже свои исследования на основе предоставленных сведений. Получается, что комиссия потом будет принимать решение, значит, если будут выявлены люди, которые еще не реабилитированы, потом комиссия, естественно, будет принимать решение, подлежит ли этот человек реабилитации или же нет. Ну вот, и, как мы уже сказали, да, вот деятельность, конечно, была такая активная, но не нужно забывать, что это ведь был период пандемии, да, и, ну, для многих, конечно, это затруднило работу. Я не имею в виду архив, а в целом, да, прекрасно помним все, как это было, насколько приходилось мириться, да, вот с тем, что с нами происходит, но работу-то никто не останавливал, и мы все перешли в онлайн. Как это происходило в вашей сфере? В нашей сфере? Да, мы часть коллектива тоже перевели на работу онлайн, но на 100% нашу работу невозможно перевести в онлайн режим, потому как так или иначе запросы приходили, несмотря на пандемию. С этими запросами надо было работать. И, естественно, люди выходили на работу частично, значит, мы распределяли, чтобы у нас не было, как говорится, контакта, столпотроворения на работе, да. И люди по очереди выходили, отрабатывали, на следующий день выходили другие люди. Ну, таким образом мы выходили. Ни одного просроченного запроса за время пандемии у нас не было. Ну, а вот что касается именно мероприятий, да, которые также проходили в режиме онлайн, да, то есть какие-то информационные круглые столы, семинары, обмен мнением, обмен опытом, что-то вот в таком направлении. Да, сейчас я вам расскажу, что нашим специалистам действительно пришлось перейти в онлайн режим, так как конференции, допустим, совещания, собрания, они уже не могли проходить в оффлайн режиме. Так, допустим, Госархив принял участие в организованной Казахским университетом международных отношений и мировых языков имени Аблайхана, республиканской научно-практической онлайн-конференции ко дню Великой Победы по теме память, уроки, перспективы исследований. Эта конференция проходила в онлайн режиме, и наши сотрудники принимали активное участие в ней. А также Госархив принял участие в современном совместном проведении круглого стола онлайн режиме с ВКГУ имени Царсена Манжолова, посвященной дню политических репрессий. Как раз таки. Да, как раз таки посвященной дню политических репрессий. На мероприятии участники очень высоко оценили роль Государственного архива в сохранении и использовании документов периода политических репрессий. Потому как даже созданные группы, где им работать, как ни в архиве. Да, мы работали, я сам являюсь членом рабочей группы номер 9, которая занимается реабилитацией участников Туркестанского региона. Наша работа именно подразумевалась в том, чтобы искать участников Туркестанского региона для того, чтобы впоследствии можно было решать, реабилитировать его или нет. Работа наша заключалась в том, что мы искали информацию в департаменте полиции. То есть вам приходилось как... Это секретная информация. Мы запросы не делали, мы ходили, работали, получили допуск в архив департамента полиции, в секретный архив. И там отрабатывали. Ну, то есть до вас этих сведений никто не видел, можно сказать, да? Не то, чтобы не видел. Человек, любой человек, допустим, если получал допуск к секретной информации, он мог их видеть, да. Но здесь мы выявляли именно для комиссии. Ну и впоследствии, да, как мы понимаем, если комиссия придет к выводу, что, допустим, люди могут быть реабилитированы, об этом и весь Казахстан узнает, да? Ну, то есть мы как бы восстановим историческую справедливость и люди, которые невинно погибли в той или иной ситуации, да, как это происходило, это все тоже будет восстановлено, как история каждой трагедии, можно сказать. Да, это не только восстановление истории, это, во-первых, и восстановление справедливости, допустим, для родственников репрессированных. Ну, это действительно очень важный такой вот, ну, я даже не знаю, животрепещущий момент, поскольку, когда мы вот как журналисты хотя бы чуть-чуть прикоснулись к этой теме, делали тоже немало различных фильмов, документальных программ, когда мы немножко столкнулись с этим, это было настолько жутко, что под впечатлением ходили очень долгое время. когда читаешь эти документы, читаешь эти сведения, читаешь то, что дошло до нас благодаря людям, да, которые оставили какие-то воспоминания или родственникам, да, ну, просто настолько это страшно, что даже в голове не укладывается, как это могло происходить сравнительно недавно на самом деле. И поэтому действительно работа, которая сейчас ведется, она не просто важна, она очень важна, и даже тут как-то слов не находишь, как это описать. Но вот если перейти к другой сфере работы, хотелось бы узнать, вот вы говорили, да, о круглых столах, о различных мероприятиях, хотелось бы узнать о том, насколько активно вот именно, наверное, с молодежью ведется работа архива, потому что именно студенты, да, школьники, это те, кто завтра будет интересоваться своими корнями, своими традициями, тем, как строилась наша жизнь, да, и дальше будут рассказывать уже своим потомкам. И именно для них очень интересны выставки. Вот проходили ли вот какие-то такие мероприятия? – Значит, в работу Госархива также входит составление выставок, и, естественно, эта работа заключается в том, чтобы эти выставки пропагандировать. – И заинтересовать. – Да, заинтересовать. – А заинтересовать, во-первых, молодежь, именно школьников, студентов колледжей, университетов, которые частенько посещают наш читальный зал. И наши архивисты проводят семинары, проводят семинары, приглашают учащихся. Во время пандемии проводились онлайн-выставки. – Ну и как бы благодаря онлайну, наверное, всегда, ну, в одном смысле, конечно, лучше своими глазами увидеть, а в другом смысле, наверное, это проще в плане того, что охват аудитории становится больше. – Ну, в онлайн-режиме, да, охват аудитории становится больше. Наши архивисты готовят выставки на двух языках, на казахском и русском. Поэтому, допустим, когда позволяла эпид-ситуация, мы приглашали учащихся первых, вторых курсов в колледжи. Они приходили к нам в читальный зал, тут же, значит, ознакомливались с выставками, проводили с ними лекции. Это очень щепетильная работа, как говорится. – Ну, а что больше всего интересует обычно ребят, когда они вживую посещают архив? Здесь не каждый день, и, наверное, не каждому человеку удается побывать в таком месте, поскольку я считаю, архив в принципе уникальным учреждением. – Значит, когда приходят учащиеся колледжи и старших классов, их, конечно же, интересует история нашей области. История нашей области, значит, наши архивисты доводят до них очень интересную информацию, которую черпают из наших же источников. Эти уроки проводятся, допустим, не по тем учебникам, которые они изучают в школе, а именно по той информации, которую наши сотрудники черпают из наших архивных документов. И это, конечно же, очень интересно, потому что в учебнике они этого не вычитают. – Ну вот, как вы говорите, сотрудники архива ведут, наверное, непрерывный исследовательский процесс, поскольку большое количество документов позволяет постоянно делать какие-то открытия. Ну вот мы, журналисты, себе это так представляем. Как вообще проходит деятельность, да, и, допустим, берется какой-то документ и исследуется? – Если архивист работает по определенной теме, да, он находит фонд, находит документ и ищет информацию. Ну, в основном, видите, мы работаем по запросам, да, или же организации, или же частных лиц. – Ну, очень интересно. – Да, вы правильно говорите, что через руки архивиста проходит очень большой объем информации. И, конечно, у нас есть отделы, которые занимаются именно поисковой работой, да, и, ставя перед собой какую-то цель, выбрав какую-то тему определенную, они занимаются поисковой работой, да, ищут информацию. – Ну, вот хотелось бы узнать о том, вот мы сейчас говорим там уже не о запросах, да, а именно о научной деятельности, которая, ну, я считаю, что в каждом, наверное, таком учреждении, как архив, естественно, должна вестись научная деятельность. И вот каким образом это происходит, и, может быть, существует какой-то обмен информацией с коллегами из других городов, может быть, вы ездите в командировки для того, чтобы, допустим, восстановить какую-либо информацию, найти какие-то документы. Как это вот происходит, работа? – Да, бывают, допустим, такие темы, которые подразумевают под собой поиск информации, ну, к примеру, информацию о истории родного края, истории восточного Казахстана. Специалисты выезжают в другие архивы, к примеру, в Алмату, где ищут, черпают информацию. Также, допустим, я лично ездил в Москву, в Российский государственный архив древних актов, где тоже привез оттуда информацию именно по истории нашей области. Видел оригинал карты нашей восточно-казахстанской области, да, которая была создана в 1720 году. – Ну, то есть это были сведения, которые ранее были неизвестны нашим историкам? – Ну, знаете, эти сведения, они, может быть, где-то и печатались, но, допустим, копии оригинала в нашей карте восточно-казахстанской области до этого момента в нашем архиве не было. Теперь же она есть. Теперь у нас она включена в фонд по истории восточно-казахстанской области. – Ну, а фонд у нас, насколько я знаю, просто богатейший и хранит просто, ну, действительно такие уникальные сведения. Для многих может это показаться, ну, вот, что нам, да, ну, сведения и сведения. Но когда начинаешь в эту историю погружаться, когда даже вот то, что мы находим, допустим, на сайте нашего архива, и просто листаешь немножко дальше, начинаешь вчитываться, сверять какие-то факты, устанавливать какие-то моменты, узнавать, открывать какие-то имена, это просто настолько захватывает, что потом уже сложно остановиться, поскольку вот эта вот поисковая работа, она захватывает и вот какой-то невероятный азарт придает. И я думаю, что, ну, наверное, каждый человек, который связан с миром истории, так или иначе вот этот азарт испытывает, когда свои исследования проводит. Ну вот, и, конечно, очень интересный момент, мы знаем, что сейчас масштабная цифровизация ведется в регионе, и, конечно же, наш архив, как бы, ну, скажем, не миновал этой участи, но, с другой стороны, это очень здорово и удобно для всех, кто хочет подчеркнуть информацию, не имеет возможности лично, да, вот, каким-то образом побывать в архиве, это можно, наверное, в недалеком уже будущем будет сделать благодаря сайтам, да, благодаря электронным ресурсам. Вот расскажите, как проходит вообще сам процесс цифровизации документов? То есть вот человек держит документ, который буквально рассыпается в руках, его страшно взять в руки, как вот его сканируют, да, это какие-то специальные, наверное, приспособления существуют для этого, какая-то техника. Да, сканирование документов – это очень такой щепетельная работа, потому что вы знаете, что в первую очередь сканированию, подсканирование идут документы, которые уже устарели, и, значит, для этого у нас есть отдел, информационный отдел, который занимается вот оцифровкой документов. Документ, прежде чем сканировать, его обрабатывают. Допустим, на технике он, значит, обрезается, регулируется яркость, контрастность, проводится нумерация этого листа. И затем уже отсканированный документ, он хранится в электронном виде уже на нашем сервере. У нас есть большой сервер, на котором хранятся все отсканированные документы. Вот, допустим, в Госархиве области, его филиалах, допустим, находятся на хранении 1 499 756 единиц хранения. Из них в бумажном виде 1 483 744 единиц хранения. Я даже не могу представить. Вы представьте себе, какой это огромный массив документов. И постепенно эти документы будут сканироваться и храниться в электронном виде. Ну, то есть мы же говорим о том, что в скором времени мы все постепенно придем к электронным ресурсам, к тому, что все будет в цифре, все данные можно будет найти. Но от этого, я думаю, не потерять свои уникальности и какой-то сакральности. Книги, например, которым 200-300 лет, 400 лет. И они будут еще более ценными, потому что они останутся буквально в единственном экземпляре. Знаете, документы в бумажном виде, они никогда не потеряют свои уникальности. Да, перевод в электронный вид – это хорошо, это, значит, веяние нового времени. Но документ есть документ. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня. Спасибо. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова